У верующего человека, который занимается и вовлечен в лидерство и руководство, задач очень много и причин к успеху тоже очень много. И неудач, причин к неудачам. Нам очень часто приходится взаимодействовать с людьми, потому что лидерство это прежде всего работа с людьми, потому что ты ведешь кого-то, кто-то идет за тобой и это взаимодействие людей. Но с христианской, мировоззренческой, богословской точки зрения, лидерство, осуществляемое на земле, оно в общем-то не может быть эффективным без участия Господа Бога. А когда происходит согласие человека или даже желание человека, чтобы Господь Бог непосредственно был вовлечен, открывал перспективы, помогал, способствовал, утешал, обличал, то человек приходит к Господу Богу и просит его благословения, его участия. И тема, которая очень важна в лидерстве, руководстве, я хотел бы ее обозначить как молитва и лидерство. Вопрос риторический, но, на мой взгляд, вполне ценный и вполне закономерный, актуальный. Если у лидера и руководителя молитвенная жизнь неэффективна, может ли он быть эффективным лидером? В одну христианскую организацию однажды пригласили консультанта, чтобы он провел семинар. Это был такой обучающийся день. И на повестке был вопрос оказания консультативной помощи по вопросам командообразования, потому что командная работа не так уж ладилась хорошо. Ну вот в назначенный день, рано утром, консультант был готов, одет, выбрит со всеми материалами и говорит, ну что, начинаем. А ему говорят, вы знаешь, пока ты к нам добирался, мы приняли решение, что первую половину дня мы хотели бы помолиться. Ну, немножко неловко он себя чувствовал, потому что у него был один план, как должен день быть сформирован. И где-то в каком-то огорчении, может быть, не проявляя должной рассудительности, он говорит, я же не приехал сюда молиться с вами, у меня столько материала. Ну, как говорится, давайте мы пройдем, я уеду, вы потом молите, сколько вам захочется. На что ему ответили, а знаешь, мы не молились не до твоего приезда, и навряд ли будем молиться после твоего приезда. А вот сейчас просто чувствуем, нам нужно молиться Богу о том, чтобы у нас наладилась командная работа. Из книг Библии мы узнаем, что в древности эффективные лидеры совершали молитвы. Даниил, видный, очень занятой государственный деятель, молился три раза в день. Об этом мы читаем в книге Даниила. Иисус Христос, богочеловек, постоянно молился. И его молитвы в конце земного служения к Отцу Небесному, в Евангелии от Иоанна, 17 главе, мы читаем, что он говорит Господу, «Прославь меня, Отче, потому что дело Твое я совершил здесь на земле». Как он смог осуществить это дело? Потому что он постоянно был в общении с Отцом Небесным, получал подкрепления, они имели диалог. Иисусу Христу в разные периоды его жизни приходилось с Отцом говорить на очень важные, ключевые, личные и щепетильные темы. Он был искушен во всем, но не допустил грех. У него была масса перспектив, некоторые перспективы по жизни. Ему подсказывали люди, что нужно делать, как нужно делать. И Христу было очень важно иметь общение с Отцом Небесным, чтобы проговаривать, получать поддержку, утешение, благословение. И как человек он очень нуждался в силе Божьей. А в конце своей жизни, когда, может быть, наступал самый важный, ключевой момент в его лидерстве и руководстве, пожертвовать собой ради своих последователей, взять на себя промахи и ошибки, грехи своих учеников и всего человечества, и всей вселенной, Ох, как ему это было трудно. И он приходил к Отцу, он не мог сознаться ни перед кем. Он приходил к Отцу, потому что от Отца зависела судьба его. Приходил к нему и говорил, Отче, да минует меня чаша сия. Но в этой молитве он нашел возможность и силы, и крепость произнести, но, впрочем, пускай будет воля не моя, а твоя, именно в молитве. Апостол Павел просил молиться о нем, чтобы совершить дело миссионерское, пастырское, апостольское, каждодневное дело, как должно. Лет 15 назад я был приглашен в Канаду обучаться в семинарии Брайер Крест. И долгие годы возглавлял эту семинарию, выходец из советской России, молодым человеком, вместе с родителями он выехал в Канаду, там уверовал и возглавил университет Генри Хильдебрант, доктор Генри Хильдебранта. И уже после 40 лет работы в этом учебном заведении, еще 20 лет преподавания, человек уже пожилой, на пенсии, он был настолько великодушным, что приглашал меня периодически к нему. Вот один день я у него был в гостях, мы сидели, разговаривали, потом он говорит, слушай, извини, я отойду на часик, мне нужно позаниматься. Ну и ушел в другую комнату. У меня были книги, там журнал, я тоже чем-то занимался. И слышу, в соседней комнате он с кем-то разговаривал, думаю, по телефону. Ну, долго разговаривает, вот, какие-то паузы, не слышу его голос. Ну, я не то, чтобы заглянул в комнату, но так вот вышел в коридорчик и так посмотрел. Он сидит за столом, какие-то книги открыты перед ним, и он разговаривает. Ну, думаю, наверное, готовится человек к проповеди, или, может быть, к выступлению, а, может быть, уже в какой-то мере, ну, вот, разговаривает. Через час он вышел из комнаты, и первое, что он сказал, говорит, день прошел не зря, с Богом поговорил. Вечером того же дня, вместе с его женой, мы ужинали. И перед ужином он говорит, знаешь, ужин у нас, там, через 15 минут, но первые 15 минут мы совершаем молитву. И к молитве они достали из полки, прямо на кухне шкафчик, достали из полки такой большой журнал с фотографиями. И на каждой странице фотография людей, а рядом с фотографией, ну, вот, какие-то важные моменты, там, день рождения, свадьба, молитвенные какие-то нужды, благодарности. Это те люди, с кем он когда-то работал в университете. Это выпускники университета, это дети, родственники, знакомые, это люди, которые возглавляли учебное заведение после того, когда он ушел на пенсию. И вот перед ужином он вместе с своей женой перелистывал этот журнал и совершал ходатайственную, благодарственную молитву Богу за этих людей. Мне рассказывал мой брат, что однажды он пришел к своему другу, он являлся действующим пастором одной общины. То, что дело было срочно и нужен был этот пастор, он пришел к нему домой, вышла жена, и он говорит, слушай, позови, пожалуйста, пастора Владимира. Говорит, а он занят. Ну, чем он там занят? Давай пригласи его, чтобы вышел. Он говорит, он занят, он молится. Ну, сколько он будет молиться? Он целый день будет молиться. Как целый день будет молиться? Что он может молиться? Говорит, он молится за членов нашей общины. Целый день? Ну, говорит, у нас же община большая. Мне приходилось быть на одном совещании, которое шло, ну, вот знаете, как по нотам. Все пришли вовремя. Заранее была подготовлена повестка дня. Решаются вопросы легко. Даже трудные вопросы, они решаются. Идет обсуждение, но они решаются. И потом один из присутствующих говорит, знаете, давайте мы сделаем паузу. Говорит, слушай, все идет очень хорошо. Он говорит, давайте сделаем паузу. Что такое? Давай продвигать. Давайте сделаем паузу. Давайте Бога поблагодарим, что у нас все движется очень хорошо. Все говорят, да, да, в действительности. Слава Богу. Остановились, помолились. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Не всегда и не все ценят молитву. В некоторых христианских организациях есть практика совершать молитвы перед началом рабочего дня, в заключении рабочего дня. И в этом люди успешны. В других организациях христианских говорят, знаете, давайте не будем путать. Мы же не церковь на самом-то деле. Приходят люди на работу. Если кто хочет помолиться, пускай приходит до рабочего дня и совершает молитвы. А то на работе как-то чувствуется, что молитва – это как обязаловка. Однажды мне пришлось присутствовать на одном деловом собрании в христианской общине, где был принят такой план действий на перспективу. Ну, вот когда согласились, что вот так будем действовать, кто-то говорит, знаете, нам нужно назначить дни, когда мы будем молиться о благословении Божьем на реализацию этих планов. Кто-то из присутствующих сказал на это, знаете что, трудиться нужно, а не молиться. Вот в каждой истории, которую я вам рассказал, есть определенные предпосылки и определенная ситуация и контекст, которые помогают нам увидеть отношение к молитве, смысл, который вкладывается к молитве, и, возможно, определенный горький опыт определенных недоразумений, которые происходят в христианском сообществе, когда речь идет о необходимости, важности молитвы. Я думаю, что никто не будет спорить с тезисом, что хорошее лидерство зависит от молитв. Когда мы наблюдаем с вами на начало развития их христианства, то лидеры христианской, протохристианской общины говорили, нам нужно избрать себе помощников, чтобы мы могли фокусироваться на изучении слова и молитвы. С самого начала уже выстраивались какие-то приоритеты. Считаю, что самая большая ошибка в лидерстве – это независимость от Бога, самостоятельность. А человек, который не обращается к Богу в молитве, он, в принципе, обречен на безбожное лидерство, неэффективное лидерство. В второй книге «Паралипоминон» мы читаем о царе Равааме. Вторая книга «Паралипоминон», 12 глава. «И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год был Равааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен израилевых и избрал Господь, чтобы там пребывало имя его, имя матери его Наама Амвитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа». мне кажется, более почетного, более высокого положения, которое мог человек получить в этом городе, в этом царстве, не было. И от него-то как раз и ожидалось, чтобы был пример для подражания, определил будущее, развитие, перспективы города, общества, жителей, смог предложить определенные стратегии для каких-то созидательных действий, воспитывал, был тем человеком, который мог привить ценности, но человек делал зло, потому что не взыскал Господа, потому что не обращался Господу. Человек, который не совершает молитвы, не молится, не говорит с Богом, он приходит в состояние, как говорит русская пословица, и Бога не боится, людей не стыдится. Обучающиеся семинары, опытные наставники, получение специального образования в сфере менеджмента и руководства, не смогут восполнить практическую ценность молитвы, не смогут заменить практическую ценность молитвы. Молитва это диалог с Богом, и в молитве должно быть время выслушать Бога, и должно быть место нашим словам к Богу. Потому что, как мы с вами говорим, каждый верующий человек, христианин, рассматривает себя, как, во-первых, последователя Бога. Тот минимум, который нам нужен христианским руководителям, воспринимать себя, как последователи христовых. И нужно послушать нашего руководителя, нашего учителя, нашего наставника. И, конечно же, он открыт к тому, чтобы и дать нам возможность ему сказать, что на нашем сердце. В молитве проясняется и укрепляется взаимоотношение между Богом и человеком. «Лидер без молитвы» это подобно, как капитан морского судна без компаса. Это, наверное, еще и как капитан, у которого компас есть, но нет уверенности, что он правильно показывает. Нет этого внутреннего стержня мужества, смелости. Нет той крепости преодолеть сомнения. Почему лидеры не молятся? Почему лидеры молятся мало? Почему лидеры периодически сознаются в том, что настолько занят, что, в общем-то, мало уделял время для молитвы? Мне кажется, периодически лидеры воспринимают молитву как обязанность, а следовательно игнорируют ее, потому что многие обязанности руководители, лидеры стараются игнорировать. Они сами приводят людей вокруг себя в состояние обязательств, но не любят быть людьми обязательными. Если молитву рассмотреть как обязательства, то это еще одна работа, которую нужно выполнить. Иногда не удается расставлять приоритеты в распределении времени, а для лидеров, руководителей это очевидно, что их дни заняты многими вещами. эгоцентризм ведет к тому, что человек полностью погружен в себя, он думает о себе, что у него получается, что не получается, какие нужно ему приобрести знания, умения, навыки, какие у него хорошие качества, какие плохие, он думает о себе, он разговаривает с собой. Иногда человек антропоцентричен, он думает о своих окружающих, о членах команды, о тех перспективных друзей, которых он мог бы приобрести, о тех, кто его оставил и предал. Он слишком долго и много думает о людях вокруг него, как будто от них все зависит. Молитва это зеркало души, а вне молитвы человек соприкасается с собой намного реже. А лидеры редко хотят знать правду о себе. Поэтому и стараются не молиться. Почему лидерам необходимо молиться? Но Господь говорил, без меня ничего не можете сделать. И ничего значимого с точки зрения вечных ценностей не происходит без Бога. в молитве человек исполняется духовной крепостью. И пророк Иеремия очень хорошо говорит об этом. 29 глава пророк Иеремия говорит, так говорит Господь Савов, Бог Израилев. Я знаю намерение которое имею у вас говорит Господь намерение во благо а не на зло чтобы дать вам будущность и надежду и воззовете ко мне и пойдете и помолитесь мне и услышу вас и взыщите меня и найдете. Что означает взыщите меня и найдете? Сможете прочувствовать что я с вами. Сможете услышать меня сможете лицезреть меня найдете человек которому нужны силы крепости поддержка утешения объективная правда о ситуации он может ее найти у Господа но нужно сначала прийти и искать его в молитве молитва это не спрашивание божественной мудрости для повседневной жизни молитве Господь Бог обращается к всемогущему Богу в надежду что чего мы не попросим получим но ответ зависит конечно же от суверенного Бога в молитве человек может прийти к Богу и по душам поговорить и сказать Господи доминует меня чаша сия и возложить на него все свои заботы в молитве человек понимает волю Божью перспективу Божью оценки которые исходят от Бога касательно его личного поведения или его окружения в молитве человек понимает волю Божью перспективу оценку Бога касательно его собственной деятельности и тех людей с кем он работает кто может должен совершать молитву молиться должны все молиться нужно всем тем кто ведет за собой тем кто следует за кем либо и тем людям которые казалось бы не вовлечены ни в эту команду в организацию почему бы не молиться о благословении людей которые работают сообща о чем молиться Господи открой куда нам идти научи нас покажи нам этот путь открой перед нами перспективы открой перед нами ценности стратегии в молитвах мы можем Богу приходить и говорить Господи благодарим Тебя что Ты помог нам до этого места мы прошли уже этот часть пути но просим Тебя благослови и в дальнейшем лидерам лидерам полезно и нужно молиться ежедневно а иногда стоит и молиться весь день особенности важность молитвы при принятии очень таких ключевых решений мне кажется самое главное для лидера это молитва перед тем когда он получает какое-либо назначение когда ему дается предложение возглавить какое-то дело чтобы заручиться божественной во-первых поддержкой когда мы с вами говорим на переменах возникает вопросы ну вот как разобраться когда мы видим какие-то перспективы для своих организаций для своей команды как мы можем быть уверены что это видение цели которая приходит от Господа Бога понимаете это очень важно нам знать что хочет Господь Бог и его замысел потому что так легче работать потому что мы говорим нашим людям знаете это не то что я хочу то что хочет от нас Господь Бог и здесь важно чтобы к этому же состоянию пришли и люди которых вы ведете но молитва что повелишь нам делать это очень важная молитва потому что когда мы знаем что хочет Господь Бог мы тогда можем надеяться что Он открывает нам определенные перспективы Он нам будет помогать и способствовать какие предпосылки вот такой молитвы предпосылки в том что Бог совершенный у Него есть план для нашей жизни и когда мы получаем от него задание мы должны рассчитывать на то что Он будет помощником потому что Иго Его благо бремя Его легко и Он скажет вот что я хочу чтобы вы сделали я буду с вами мы будем мы будем трудиться вместе воля Бога для лидера последователей и для организации при выборе приоритетов при выборе стратегии все это очень важно для руководителей лидеров иногда встречается ситуация когда можно расценить что происходит подмена молитвы когда молитва это в общем-то в какой-то мере становится неким ритуалом формальности день начать с молитвы завершить совещание молитвой просто потому что так нужно и у руководителей христианских общин организации может произойти такая ситуация что в течение дня они совершают много таких вот молитв по рабочему графику что кажется потребности для тайной личной молитвы один на один уже в общем-то и нет необходимости но на самом-то деле это не так заключение молимся ли мы с вами о наших лидерах и руководителях молимся ли мы о наших сотрудниках и о членах нашей команды молимся ли мы о себе если у нас группа людей которая является молитвенной группой поддержки которой мы можем доверять которым могут с нами радоваться и может быть сопереживать каким-то нашим трудностям в заключение я хотел бы поставить этот риторический но на мой взгляд очень важный вопрос если у лидера молитвенная жизнь неэффективна может ли он рассчитывать что его лидерство будет эффективным лидерство Субтитры создавал DimaTorzok